шалом шалом начнем сегодня с загадки закатка такая как вы думаете с помощью чего можно приблизиться к творцу ближе всего что может быть посредником который нас прямо вот соединяет творцом что-то может быть ответ не удивляйтесь это еда та самая еда которую вы так аппетитно поглощаем именно она является посредник между нами между творцом почему как это работает по простому объяснить что кида дает нам жизнь просто мы были не можем из игры голодным это очень хорошо понимаем очень хочу что-то покушать мы кушаем и до нас оживляет и да и напитки нас оживляет но кроме того считается что как бы творится находится во всех во всех частях этого мира том числе в виде мы берем еду мы ее поедаем тем самым мы как бы соединяемся с тем что ашем послал этот мир как будет какую-то такую свою резолюцию сюда послал в этот мир как бы в виде как бы воплощается каким-то образом сам творец и мы это берем внутрь себя те самым мы соединяемся с творцом надо помнить когда мы когда мы едим именно на еде этот урок будет посвящен будьте готовы у нас не будет стол за такие столы мы еще не были там будут все виды еды все напитки все бараход которые есть можно даже трех уже прямо за столом чтобы было удобнее чтобы можно было уже для массы да на практике теперь уход попробовать поисок мы сказали утром мудэ ани биркота шахар биркота тура мы можем приступить к еде на самом деле считается что с утра стоит сначала хотя бы сказать биркота шахар только потом есть то есть не сразу начинать есть утром а сначала мы говорим какие-то такие вот начальный бароход потом уже начинаем кушать и даже перед тем чтобы что-то выпить стоит сказать какие-то бароход тем более это напитки горячие чай кофе какао и так далее на самом деле написано интересная лака что те у кого есть слуги рабы то тот и хозяин евреи должен сказать им которые тоже евреи слуги евреи должен искать что перед тем как они будут на его работать они должны сначала утром сделать на тело тогда им сказать биркота шахар и кричма хотя бы первую часть кричма этот вот такой минимальный такой комплект который мы говорим утром перед тем как дальше что-то перекусить то есть еще раз на тело тогда им обязательно потом мудэ ани это еще одну доню на театр и даем биркота шахар если не что стоит киряч масть такое мнение кирячма но это не обязательно так потом мы уже начинаем кушать и на самом деле женщины знают что это вот такой вот это уже такой минимальный набор и бархат который женщины утром и молится и так мы помолились по вере возможности и теперь мы хотим что-то перекусить была сила кстати интересно написано книга тоже супер дачек есть вот он сказать такую фразу я ем для того чтобы меня сила для работы над отца ранее ухэль чили каах для вата шим и сборах чили каах для вода ташим и дворах чтобы было сила каах для вода ташим силы для работы на творца для этого мы едим и так мы берем в правую руку какую-то еду или что то что мы хотим выпить берем правую руку и открываем рот но для того чтобы чем-то его наполнить побыстрее а наоборот открываем рот и мы говорим бараху слова смерти вместо того чтобы наполнить свой желудок чем это мы наполняем этот мир чем-то хорошим бараха словами благодарностью и так далее и думайте что это все еврейские штучки на самом деле многие люди во всем мире они тоже горки свои молитвы перед едой и после еды просто мы можем этого не знаем не видим да это не показывают но на самом деле да люди которые живут далеко от цивилизации они да они они говорят говорят бароход свои какие-то брат у них есть что человек понимает что то что ему дано надо это как-то поблагодарить самые самые такие до минимальные вещи даже даже на жевачку мы берем рот жевачку живем 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 даже на жевачку стоит сказать бараху потому что там есть какой-то вкус да там тоже тоже вкус мы получаем удовольствие сказано что получить удовольствие от этого мира надо только поскольку мы поблагодарим то есть мы попросим покушали потом благодарим только так метод это еще в конце урок и так взяли в руку еду в правую руку и теперь мы скажем барху и можно приступать к еде 1 бараха это общая бараха начало все бараха одинаковые мы этом уже поняли первая бараха это шаколь не я бы двору шаколь не я бы двору давайте я скажем барухата дуйной логену мелеха улам шаколь не я бы дворой вот видите это бараху барухата шаколь не я бы двору и вот такой по-русски благословен ты и дальше как обычно ими дворца и дальше владыка вселенной почему слову возникло все шаколь не я бы двору а коль на коль это все шаколь все приставка шаколь все 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 возникла и я как бы образовалась это слово ли идет слову ли ему мы видим что давар это также вещь давар это вещи также это дебур разговор все эти слова они однокоренные дебур давар все возникло по слову в этой барахе точечки очень хорошо прослеживается а коль не я бы двору есть другое мнение по которым надо говорить не гиева двору шаколь не ги и не я они и я не его двору в чем разница не я это прошедшее время не ги это настоящее время если мы говорим не я это означает что посыл по слову его все возникло уже возникло зма навар время прошедшие если мы говорим не е то это возникает слова твое мы все все возникает постоянно не только раньше а сейчас как мы учили что чем он постоянно эти миры все оживляет потому что коль не и я бы двору ну каждый должен вести себя по своему обычаю просить урава как правильнее говорить или не я или не я коль не обору а коль а коль не по двору это барха говорится на на воду на мясо рыба на сыр на яйца все-таки общие вещи общие вещи которых нету какой-то более определенные брахи более точные брахи например у овощей своя браха у фруктов и своя браха все остальные общие вещи они ша это шаколь то все создано по двору а коль не оба двору теперь тут интересная вещь можно заметить до еврей взял стакан воды хоть выпить воды и уже начинает разногольствовать и рассуждать что все весь мир стал по твоему мир но так это есть так это есть то что мы сказали что с помощью еды человек себя как бы оцветворяет с ашемом он себя приседает кашему когда можно ходить в этом контакте тогда мы уже начинаем только другие вещи благодарить это все важные правила которые надо понятия про ход это часто будет видеть когда мы выходим в контакт когда мы уже на походится в молитве да уже начинаем молить и только то чтобы изначально моделись а мы вспоминаем уже тоже другие вещи на приобретать amazon мы покушали хлеб брюка там азон то вспоминается и ирушала и и машина там все-то вспоминается потому что мы уже находимся в процессе молитвы тогда можно уже за одну другие вещи помнить также детства коль не я во двору дай через эту маленькую вещь казалось бы всего лишь вода через нее тебя это маленькую вещь то ли подумать если мы вдумаемся и прочувствуем то можно на самом деле присоединиться ко всему ко всему этому творению прекрасному эту барху занимает сказать очень быстро три секунды из тех кто вообще очень быстро и говорят у тебя как успевают две секунды понимаете это время можно превратиться из просто простого как сказать такого потребителя неблагодарного просто пытается чем-то себя набить свой живот свой можно превратиться буквально чуть ли в ангелы которые своими словами оживляют мир и и на это на эту тему талмуде есть много объяснений значит в конце урока надеюсь мы до этого дойдем а так у нас нас ожидает игра интересная в конце урока игра на бархат поэтому оставайтесь с нами сейчас мы придем конкретно к порядку бархат и разберем разберем какая браха когда говорится и пытаемся их изучить первым уже сказали шаколь не я по двору вот еще посмотрим на мацегет и вот тут есть примеры да что мы видим тут слева кусочек мяса лежит шаколь не оба двору дальше посередине похоже на холодец тоже делается из мяса там есть яйца тоже аколь не оба двору морковка это больше для украшения в том есть рыба тоже шаколь шаколь не оба двору если к правило тоже важно интересное что когда человек например не знает какую браху сказать если к правилу шаколь муце а коль а коль муце а коль шаколь муце а коль шаколь бараха шаколь муце а коль это бархат она общая шаколь не оба двору и тогда из бархат можно на все благословить конечно только в том случае когда мы совсем уже не знаю что благословить есть какая-то такая смесь очень сложный непонятно там что все 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 намешаны и не разберешься это это шаколь шаколь не оба двору это первая браха давайте пойдем дальше следующая браха который мы скажем это на на овощи на овощи давайте посмотрим на овощи об тут есть у нас овощи это а дома а дома а дома это земля овощи не растут из земли называется а дома тут на картинке есть есть целые а есть и нарезанный таком случае лучше конечно сказать барху на целое то что-то целое искать барху на целое чем на на кусочки нарезанного это общее браха не только касается овощей касается всего что мы говорим проход на целый дорога нас есть два разные их ли хлеба для два булочки вот на того что не тело другая целая тогда учать барху на целую булочку или там одна булочка побольше другая поменьше тогда лучше взять побольше искать на него браху который меньше если она более красивая то тогда искать искать барху на ванна более красивую это за счет добудет что дойдем и так вот тут видим значит бурэ при а дома шакольня бурэ при ада час крут у браку баруха тадуна и лёгенами лихо ламбурэ при а дома кстати мнение что после барахи мы когда вы что-то кушаем стоит сначала дело пригласить то можно дальше разговаривать иначе мы сказали бараху зале в рот еду только верится снова начи дальше говорить как бы это как будто такой мы делаем как бы это за всех между бархой и между едой поэтому лучше сначала раскусить проживать получить удовольствие от вкуса а потом уже дальше можно говорить то есть овощи это а дома бурэ при а дома дальше дальше у нас идет о это похоже уже на фрукты это похоже на фрукты этот гранат это уже фрукты это бурэ при аэц то что растет на дереве бурэ при аэц нам надо разобраться теперь что является фруктом что является овощами это не очень просто то что есть вещи как к допустим бананы ананас они окажутся нам как будто как будто фруктами на самом деле это считается овощи то что они не многолетние не растут такой как бы большой большой траве это это овощи но остальные там и все яблоки грушу тут видите на картинке оранжевые это фрукты я не ошибаюсь это бурэ при аэц скажем бурэ при аэц вообще понятно что деревья они тоже земли растут поэтому если по ошибке сказали бурэ при а дома на фрукт то после действия то что называется боди ават считается что барха подходит и нужно еще раз благословить бурэ при аэц то что конце концов любое дерево любой фрукт он растет из земли даже например на виноград наград когда он еще совсем молодой он очень пригоден для для вина такой зеленый называется босар такой виноград горит браха бурэ при а дома потому что он больше похож на фрукт чем извиняюсь на овощем на фрукт это еще не полноценный фрукт он еще не получил звание при аэц молоденький виноград поэтому на год браха бурэ при а дома и так мы надо выучить три браке шаколь я во дворо бурэ при а дома и бурэ при аэц при а дома и при аэц тут все время мы говорим слово бурэ 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 при аэц видите это слайде написано слово бурэ бед рэш алиф этот корень бурэ бара на самом деле этот корень он означает что-то вроде как отрубить отсечь да вот дерево когда рубят это бара что-то отрубить почему это слово тут употребляется вообще написано перешит бара и луки то есть как будто как было все создано как будто была взята какая-то изначальная первичная такая материя от него был кусок отрублен и потом этому куску материи уже передали предали форму цура я царь потом эти два слова бара и я царь бурэ при а дома поры при аэц слова при слова при ночи созвучны со словом фрукт при потом по-английски то фрут те же самые буквы при при фрут те же буквы то по-русски а там фрукт появился то есть и севрита вот это слово перешло в другие языки при превратился фрукт фрукт но начало все в при при следующая бараха она очень интересная на идет уже на 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 вино на вино ну у нас есть вино тут нас есть компания нас есть вино вино есть но есть только стаканчик стаканчик тоже есть подскажем барху на вино бараха такая бары при агефен или буря при агафен или гефен или агафен и таки зависит от обычаев ну тут все то же самое баруха ташим и люкин умели хаулям бары при теперь вместо а дома и вместо это мы говорим о гефен почему мы говорим о гефен ведь это же тоже фрукт тоже вид фрукта виноград хоть слово виноград кстати виноград вино град да тоже от слова вино вино град тут нам ответ на на наш вопрос дело в том что из-за виноград делают что вино вино это очень особый такой продукт очень особенный дать я выпью вина немножко чтобы это почувствовать рубраху на при агефен баруха таду на самом деле чувствуется очень особенное виние вино на верите то я им я им ю дают а нун гематрия 70 ют 10 еще ют еще 10 20 нун 50 получается 70 ян это 70 такая гематрия слова суд сода секрет картина тоже 70 самых 60 вов 6 до лет 4 получается 70 ян это суд для того чтобы сделать вино узнать секреты ты просто делать вино интересно что было принято всегда у евреев что именно мудрецы те кто занимались торы именно они делали вино почему во первых потому что для изготовления вина недостаточно недостаточно знать просто рецепты как это делается а нужно в него душу вложить известно что люди там лежат на бочках на своих видеть медицируют чтобы не было хорошее вино то кто-то занимается торой у него же как бы и так уже есть бараха то что называется у него есть бараха заниматься торой поэтому этот бараха она передается в вино но кроме того есть более тривиальное объяснение что мудрецы торы они даже заниматься торой них нет много времени для работы и кто думает что тех лучше тору они бездельники это конечно не так может есть такие тоже но принципе который это все равно занимать торы у него очень мало времени тороп отучает много много времени по этому нужно такая работа такая за параноса заработок который занимает немного времени не дает прибыль что такое сезонное это именно вот вино им нужно очень интенсивно заниматься где-то раз в год потом она лежит в очки и сама доходит только вы надо уже продавать будет яркий пример этому раши 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 он был тоже винодельцем это известно не только раши было много таких которые занимались виноделием и так вы сказали что вино это как что-то секрет сад и на него есть особенная браха именно на вину мы делаем кедуш в шаббат вечером ночью заходит делаем вино на кедуш тут другие напитки не подойдут кедуш на вино кедуш на вино если нет вина делают на халы утром там может делать если нет вина там больше другое взять так называется башки медина но вот вечером вечером это когда кедуш дура это то нужно делать его именно на вино поэтому эти особая браха это что такое очень очень высокая считается выше чем просто простые фрукты и кроме того это этот плод этот фрукт вино это виноград из него делают именно вино то есть его главное предназначение это для изготовления вина мы говорим на него буре буре при агифин на вино надо знать интересную вещь важную вещь что если мы сказали браху на вино и выпили вина то потом остальные напитки которые пьем после этого другие соки и воды вода и даже чай кофе это все же можно пить без брахи потому что эти все остальные напитки не как бы тянутся уже за за вином и так всего у нас есть шесть браха от которым из интернета выучить шесть браха у нас есть шаколь не оба двором буре при а дома буре при аэц буре при агифин это четыре осталось еще две какие две еще две брахи осталось это мезу нот и амут или химинары на мучные изделия и на хлеб хлеб всему голова давайте делаем так давайте мы начнем с мы начнем с мезу нот потом перейдем хлеба то что мы уже как бы начали так сказать снизу начали с самых простых бархат поднимаемся выше 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 самый высший браха это хлеб поэтому давайте скажем мезу нот потом перейдем на 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 хлеб скажем про вино что вино считается что в отличие от других напитков оно тоже насыщает веноме то есть и насыщать поэтому когда сделали кедуш например только на вино и больше ничего не поели то опять-таки в 9 в 9 в 9 после после маяси до того кедуш может защищаться защитаться потому что сам кедуш само вино она тоже как бы насыщает окей мы видим на картинке что это оладушки очень похоже на душках делаются оладушки по-разному но обычно там есть мука как бы их не делали там со сметаной смолоть без молока не важно парвы махалавей там есть бы там будет мука обычно если есть мука то это уже что-то мучное изделие мы для такую бараху на мезу нот мезу нот мазон это что-то что у нас насыщает слово лязун мезу нот расскажу бараху барухата дунай лёгеном мелеха улям буре минэй мезу нис у нас появилось новое слово минэй буре минэй мезу нис есть разные да есть ватрушки есть какие-то разные там могут все пряные бублики чего-то конец разного чем мезу нот каша тоже сюда относится каждую картинке тогда каша дойдем увидите каша тоже мезу нот тоже далеко какую-то крупу и и сварили получилось тоже мезу нот так это минэй мезу нот есть разные виды буре минэй мин это вид есть разные виды мезу нот которые можно приготовить сварить спечь так далее все это буре минэй мезу нот буре минэй мезу нот мы сказали что мазон просто что-то что нас насыщает от слова лязун лязун как бы насыщать давать энергию например рис он тоже насыщает поэтому тоже на рис мы скажем барха буре буре минэй мезу нот на рис иногда бывает сложно разделить между бипечкой мезу нот и хлебом в этом вопросе есть большая мах локи например между маранами хабар шухана рух и между раму по по шухана рух если хлеб он такой сладкий с изюмчиком это тоже не хлеб который хлеб не серьезные то есть это уже на него уже проблема сказать руку на хлеб а по по раму как бы как-то пропускала хашкин ази по нему хлеб может быть сладенький с изюмчиком это остается хлебом в этом месте разногласия но мы пойдем по общий принцип такой что все что как бы не хлеб то что не хлеб и она сделана из муки или как мы видим здесь пусть у каша который делал из целых зерна это сварено каша навареная да это все как бы соединилась в одну массу это будет временными за нот сами по себе сам по себе крупа после просто кушать все пшеницу там сахаром такую каленую каленую пшеницу есть такое такая да каленая пшеница такие зерна пшеницы если кушать то это бархабора и при а дома то что это просто для зерна пшеницы да это при а дома если мы их растворили это будет уже временный мизу нот временный мизу нот или по-шканалски временный мизу нис ну и следующая браха это самая главная браха самая главная браха это браха на хлеб хлеб всему голова в этой брахе есть десять слов это проходит я буду говорить потому что тут нет хлеба нужно делать на театре даем скажем так скажем без имени творца барухата ашем элокену мелеха улям хамо ци лехем мин ха арец а му ци лехем мин ха арец лехем заканчивается на букву м мин начинается букву м поэтому надо сделать перерыв не так как аминат не быстро лехем мин арец за два разные слова а му ци лехем мин арец тут мин пишется без ют это уже не вид это мин это из как мы из а му ци лехем мин арец почитаю перевод как как-то переводится вырастивший хлеб из земли как бы вот это слово му ци дословно лео ци это вытаскивать лео ци что-то вытаскиваю некрасиво вытаскивать хлеб из земли вырастивший хлеб из земли а му ци лехем и на арец это вообще большое чудо как так что на самом деле как бы из земли растут колосики и потом из них получается хлеб большое большое чудо это не то что это человек до этого дошел это так было изначально запланировано творение что будет такое понятие как хлеб который делается из зерен и это требует очень много вложений физических долго ждать пока пока получится наконец хлеб интересный рассказ офиска им приводит такой такую притчу про хлеб сейчас расскажу только скажу перевод брахима мизунот искали бурэмин и мизунот дословно так по-русски да говорят сотворившие разнообразные виды пищи которые насыщает такой длинный перевод тут всего три слова на еврейце бурэмин и мизунот бурэмин и мизунот переводится сотворившие разнообразные виды пищи которая насыщает допустим слова лязун это насыщать мизунот разные виды бурэмин и мизунот и теперь вернемся к хлебу рассказ про хлеб такой что был один городской человек городской парень рассказ про городского паренька был паренек городской который решил поехать деревню отдохнуть приехал деревню виде там поля пшеничные волны пшеницы на ветру колоски качаются красота душа отдыхает а спокойно на душе становится вот какая прелесть я в городе сижу прелесть в деревне остаться стоит наслаждается видом вдруг видят идут какие-то мужики с косами и беспощадно косят всю пшеницу такая целая линия и косят 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 что они делают зачем мне такая красота зачем 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 и зачем это и пшеница лежит безжизненно лежит на земле колосики лежат бедный поводила голова у всех колосик думать зачем они делают зачем думать надо с ним поговорить подошел к ним они там с косами отойди не мешаем короче совсем расстроился городской ушел домой думают охоте деревенские ничего не понимают до следующий день возвращается на поле смотрит аккуратное поле стоят снопы пшеницы и запах какой запах какой свежий запах и красота но он успокоился в день ничего страшного все нормально все нормально и на не зря их все скосили все к лучшему лег на сноп лежит смотрит на небо рду как он переезжает деревню хорошо вдруг слышит как будто кого-то бьют что такое скачи смотрит эти сам мужики берут эти снопы и со всей силы палками ударяют огни подбегает что делаете зачем смотрит а там вся эта пшеница на превратилась такие горький зерен желтый красивый зерна думать какая красота как здорово здорово на это что-то дорогое еще съедобное может поесть я тут сяду неподалеку сяду да может мне перепадет зернышки хорошая идея не зря да нельзя стараются ребята молодцы такой сети рассуждает тем временем эти мужики взяли все зерна в мешки мешки за плечи и начали уходить он за ними мужик вы куда они мы говорят ну как куда на мельницу пошли что за вопросы такие странные идем на мельницу хорошо идет за ним на мельницу думаю что там будет смотрит они берут все эти зерна между двумя к огромными камнями круглыми и начинают молоть и все это превращается какую-то какую-то массу такой уничтожают все эти зерна а его 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 и что за изверги что за люди ничего не понимают зачем они это делают уже на улицу ходит не может успокоиться я с ним подходит ним хочется общаться поговорить объяснить им что не надо продукт уничтожать зачем смотрит а все это превратилось такую белую красивую муку белая рассыпчатая очень красивая мука вот это да вот это молодцы вот это здорово и зря не заделывают наверное что-то очень дорогое я это возьму привезу город разбогатею красота белый порошок на насчет в нем есть особенное сиди за мечтает строит план на будущее вдруг приходит с водой и заливает воду всю эту муку и все это превращается в какую-то такую массу непонятную кутыр липкая какая-то грязь болото что такое все потеряно все потеряно все выходит на улицу идет на пушку ходит думают ну что за люди зачем ты зачем и зачем как такое можно сделать как за что все успокоился то вернусь я с ним поговорю объясню но они деревенщины что не понимают возвращает смотрит что видит все это превратилось в пышное пышное большое тесто красивое тесто немного и много думают вот это да было так мало муки солдат много теста этот этот изобретение патент надо запатировать да и тогда будет написано имя это возьму в город привезу это будет что-то находка из маленького делать много стола готовит посуду взять это место вы подходит это огромный мужик с такой зубинкой и со всей силы 4 колотить вместить тесто и все здесь опускается опускается и снова становится его мало тот стоит городской в полном шоке уже вообще не знаю что делать что за люди что за люди почему почему за что зачем махнул рукой собрался уходить затем кушал думаю ладно возьму немножко все возьмут все запас морс снова но вырастет пусть у меня будет еще подойти они это тесто взяли все тесто и в печку в черную печку белое красивое тесто в черную печку думаю все все пропало сейчас все сожгут закрыли печку все сгорело все он сидит чуть не плачет ушло время они печку открывают смотрят а там он видит заглянул посмотрит на что что осталось пепел посмотреть захотел смотрит а там хлеба красивые красивые хлеба вот это да молодцы ребята зря так на них все таки в конце концов то получился хлеб получился хлеб это притча мараси басни каждому сам себя выучить какова мараси басни мы все любим немножко покипятиться на пустом месте любим других судить в конце концов мы все можем раскаяться по что мы были не правы такая притча про про хлеб так когда мы видим хлеб мы говорим бараху давайте вернемся к наш к нашей брахе амут си лехами на арец 10 слов мы говорим эту бараху мы должны по 10 пальцев поставить на хлеб взять хлеб 10 пальцами грим бараху амут си лехом меня арец после этого можно уже есть хлеб желательно перед этим хлеб если это целый целый хлеб желательно его надрезать в будний день можно его сильно надрезать чуть ли не до конца кусок отрезать это шаббат то мы немножко делаем только такой знак над ножом грим бараху отрезаем если и соль соль и кушаем хлеб и так мы выучили с вами все проход 6 проход шаг окольный я бы двору буре при а дома буре при аэц потом буре при а гефен буре миней мизу нот буре мине мизу нис и сабраха амут си лехом меня арец теперь вопрос мы сидим за столом у нас на столе есть много разной еды фрукты и овощи и каша и хлеб и мясо и все и вино как быть с чего начать если есть хлеб на столе то все просто мы говорим бараху на хлеб начинаем с хлеба и вся эта трапеза идет как одна трапеза все за хлебом только в конце когда уже куда десерт если как как закуска идет то можно сказать отдельную бараху на закуску так вся трапеза она идет за хлебом больше проход не говорится если нет хлеба то тогда уже есть вопросы что сначала а что потом хоть постараемся пробуем разобраться в последовательности бархат итак мы сидим за столом на столе чего только нет бля и нора как говорится все есть на столе самостоятельно хочет только что-то конкретное съесть а другой он не хочет он беру то что он хочет есть но что делать когда человеку как бы где-то божь разница чего начать он все хочешь попробовать все вкусненько все интересно вот тогда есть правило с чего начинать сверху вниз мы идем сначала мизу нот потом гефин потом эц адама и шаколь то есть сначала какие-то могут быть печености мучные изделия или каша как мы сказали потом после этого вино или сок виноградный затем фрукты потом овощи и дальше все остальное шоколадки конфетки селедки все что угодно напитки это шаколь это можно запомнить довольно легко с помощью такой аббревиатуры видите большие буквы мага эш мага эш мага эш это огонь мага это касание касание огня как бы тогда мага мага эш поэтому мэм безой низ гиммель гефин айн это эц алиф а дома и шаколь мага эш и выше всего стоит конечно хлеб как мы сказали тут его вниз потому что он он на он всему голова понятно что первым делаем хлеб вот когда нет хлеба тогда уже такое правило теперь набрать набрать ситуация иногда что есть много видов фруктов на столе много видов фруктов они все более приянец с какого фрукта начать и таки тут есть очень много разных аллах от кто нужно отдельно учить целый фрукт или половина фрукта скажем только что у фруктов которыми славится земля израиля есть предпочтение какие-то фрукты они написаны по сути в торе книга дворим вот по сути написан так эрит хита усыура вы гефин у тайна в ремонт эрит зэйс шэмин удваш такой послуг эрит хита усвира вы гефин усына в ремонт эрит зэйс шэмин удваш давайте посчитаем какие тут есть плоды хита усыура это два злаковые виды пшеница и ячмень сыура ну скажем ячмень хита усыура потом есть гефин виноград ты и на инжир ремонт гранат и потом значит оливки зэйс шэмин это оливки и 2 ваш это мед имеете в виду мед из фиников вот такие плоды хита усыура гефин у тайна в ремонт эрит зэйс шэмин удваш дети это учат в садике как песенка и оттуда мы тоже можем выучить из-за послуха какая последовательность проход сначала хита усыура но только если не вареный иначе это просто будет вообще как более при а дома при при а дома если ты при а дома то тогда любой фрукт который он при аэц он считается важнее чем хита усыура даже если этот фрукт он не из семейства семи видов плодов которые славятся земля израиля тут имеется то что это вареном виде из этого сделали же муку или кашу это хита высора сначала хита высора но потом не в порядку потом идет дальше оливки и финики потому что они ближе все находится к слову земля так управлял что то что близко к слову земля то и первое сначала хита усыура потом оливки зайд и потом мы это морим только потом уже только потом уже где-то геппин в этой на варим он ведь да вот сначала хита сыра только перескакиваем слово эрит зэйт шамин удва аж оливки финики и потом геппин вот она ремонт я согласен что это очень трудно запомнить вот помнить послуг нужно помнить что близко к слову земля в это я вам дам немножко такой другу подсказку как это можно запомнить по семечкам по семечкам видите вот есть две семечки нижние это семечка от финика тамар а наверху это семечка от оливки зайд как можно по семечку узнавать какая руку порядок проход там где семечка целая и она одна той будет первым а чем больше семечек тем это ниже стоит списке самая такая семечка ну как самая целая я на 1 это у оливка одна семечка поэтому это первым делом зайд имейте ввиду после хитава сура хитава сура потом идет зайд потом идет семечка тамара на тура одна но видите она как будто на две половинки разделена на армении целые потом идет тамар а после этого уже будет плод где уже больше семечек видите гефин виноград награде уже есть ни одна не две там уже три четыре пять могут могут семечек внутри это потом идет у нас гефин по порядку это град какая барахан виноград буре прияец обычно эти это еще не вино это просто виноград буре прияец спел виноград буре прияец дальше идет ты на там уже много семечек много семечек инжир это идет после винограда и после этого в конце идет тамар ремонт ремонт гранат ремонт а совсем много семечек принципе ремонт гранат одни семечки снимала кроме что внутри все все-все-все-все-все в семечках отличие от ты на там тоже куча семечек но там кроме семечки есть то что называется какая-то комбит миссисто миссисто такая часть да а в ремонт там все-все семечки поэтому когда говорят что мы были полны мецевод как ремонт методу не только количество семечка что 13 мецевод а ведь эту что нас 500 будет так наполнять что между ними нет ничего кроме мецевод если все а то мецевод и вредом сад не 500 в идеале одним из вот как как ремонт малемец вот к ремонт как ремонт вот такой порядок барахлот на это может встретиться например в тубе шват так мы не часто едим столько много видов видов фруктов но в тубе шват когда мы едим фрукты тогда это может пригодиться это учитывается также все для трубе шват делаются до тубе шват он тоже построен повод поэтому папа поэтому приоритету это все касается 7 7 видов такой потом дальше будут уже по другие фрукты которые не из семи видов орехи яблоки и и так далее еще скажем одну аллаху даже есть у нас есть целый фрукт целый яблоко и половинка финика например то все равно сначала мы скажем на финик хотя он все и половина его всего не целый это шват имени он из семи видов израильских фруктов поэтому у него есть приоритет вы скажут сначала барахл на финик ну вот мы закончили по большому счету все барахлот осталось только теперь их говорить вслух рассказываю такую притчу магида мемезрич говорит такую историю с один раз царь попросил привести муранных разных животных и птичек проверить какая какая тварь утварь его больше всего youtube называется какое какое создание да вы больше всего у его удивит и мы начали привести разных обезьянок золотых рыбок даже хамелеонов чего только нет все очень интересно больше всего его поразил попугай от цепора меда берет говорящие такое горящая птица цепора меда берет попугай вилку гаясь вот попугай говорит он говорит на языке людей и вот очень сильно удивило и развеселила и обрадовал и вот и что магида мельмезе говорит что больше всего царя веселит попугай от цепора меда берет почему это так потому что хотя все другие животные они тоже очень удивительный там слон может фонтан пускать из хобота что только не мы не могут делать вот обезьяны прыгают скакают скачет но попугай он разговаривает поэтому это животное как бы ему ближе всего более всего комфортно поэтому тоже говорить не как попугай просто должны кушать искать проход как как люди они кушать как и животные не говоря также стоит говорить и кушать сидя не стоя как наши четвероногие друзья кушают стоя а чеку рассеять сидя скушать сидя понятно что не все мы это всегда выполняем не всегда есть стул но если уже есть стул то почему до него не сесть спокойно сесть сказать браху и начать кушать как человек сейчас будет игра игра такая вы увидите перед собой разные виды еды и цель сказать правильную браху теперь мы не говорим конечно по-настоящему браху потому что мы же это не едим и только смотрим на картинке морг сожалению но мы только смотрим пока что мы скажем браху только конец да или шаколь не оба дворома должны сказать или буре при а дома или буре при аэц или буре при агэфин все это вино или буре минэй мизой низ это что-то мучное или амоций амоции леха минарец мы начнем да я вам дам каждый раз это три секунды поразмыслить какая-то браха и так вы сможете убедиться что вы выучили все проходы красивые можете говорить и применять давайте начнем тут написано что такое написано внизу бастурма ведь мясо копченое мясо холодного копчения какая-то бараха правильно шаколь не я бы двором это не фрукты не овощ это мясо шаколь не я бы двору дальше буре при аэц буре при аэц что такое надо же понятие такое да разобраться самом деле в этом вся сложность то что я вам сказал что когда видишь что-то мучное непонятно то ли это хлеб это будет бархан или в амоции леха минарец это то ли это музон от иногда когда есть сомнения стоит на самом деле взять что-то другое то что наверняка на при наверняка амоции взять конкретный настоящий хлеб как-то него браку амоции леха минарец амоции леха минарец съесть этот хлеб и потом уже кушать это непонятное в этом случае мне кажется понятными в случае типа я знаю что такое я вижу посмотрите что это мне дома стояла это значит мы за нот это сделано это вообще молочный продукт любое тесто которое сделано на молоке на на соке на каком-то или там очень много разных пряностей кучи ваниль туда положили очень много то есть виды ты кушаешь ты чувствуешь что-то что-то необычный хлеб вот такой на такой хлеб это даже ашкеназим согласны что это что-то не хлеба это мизу нот но что если такого хлеба кушаем много не хлеба то есть такой правильности и таких вот изделий мучных воде бакул шуи много мы знаем знаешь вы их сидим много что такое много 4 арба бейтим шалот 3-4 размера как бейца то тогда даже на то что мизу нот про хами снот мы должны или то ли даем сказать барху на на театре даем другая муцелях имена рец и кушаем вот эти вот мучные изделия например пицца к этому относятся к ним этом уга которая уга такая которая там много муки да она похожа на хлеб если кушаем много этого тогда это бараха а муцелях имена рецепта кушаем немного то есть мы не делаем из этого целую такую трапезу просто перекус тогда будем как в этом случае я кушу такой один два таких тоже три скажем бурху бурэ мины мизу нис о это уже другая история похоже на блинчики написано блинчес да слово международное блинчес их что-то завернуто но на самом деле очень даже важно не важно что вы не завернуто барха будет как намоченные изделия бурэ мины мизу нот потому что снаружи все в тесте да это такое тесто это типичная то что называется пата баба кисанин то есть такой хлеб который чем-то начиненный это это явно барха бурэ мины мизу нот бурэ мины мизу нот вопрос можно ли из этого сделать трапезу скорее всего нет правило такое пишет меч на бруже пишет что если были тонкие то при всем желании сколько будет их не нил на них нельзя сделать трапезу поэтому барха бурэ мины мизу нот и кушать сколько угодно в конце будет параха как после мизу нота не как после хлеба не беркат amazon но есть такие блины которые они такие очень толстые и толстые блины или какие-то оладьи такие толстые так много муки тогда может быть что никогда можно сделать трапезу даже будет бархама целях имена это тонкости мы в них не вступаем просто вот по внешнему виду видишь это блинчики барха бурэ мины мизу нот надеюсь что пока что вы со мной будете правильно вместе со мной дальше ну это уже совсем похоже на халы до хлеб халы так игра усложняется вот такая тарелка перед нами теперь как быть с чего начать не просто есть рыба бархана рыбу шаколь ниабы двору правильно рыба шаколь ниабы двору судя по всему это главное в этой порции рыбы тут это главное тут еще ряд помидоры картофельное пюре бархана помидоры бархана пюре тоже может быть бархана если там видно что это пюре картошка но если это настолько настолько мелко-мелко-мелко как каша то что вообще не видно картошки то может быть барха шаколь опять-таки в своих случаях это как бы сомнение непонятно что сказать поэтому можно делать так можно сказать браху на буре при а дома допустим на помидор более при а дома и иметь ввиду при этом что мы будем кушать картошку потом делать барху шаколь ниабы двору или шаколь ниабы двору если запустим рыбу и потом можно кушать картошку и даже если это а дома и даже если шаколь можно сказать эти брахи имели ввиду картошку вы его кушаем его уже без добавочной барахи вообще правило такое что если мы допустим мы едим разные виды еды с одной барахой и все находится перед нами то мы говорим барху один раз допустим мы пьем кофе с шоколадкой и то и то бараха шаколь ниабы двору так и достаточно сказать бараху один раз шаколь ниабы двору и съесть что-то одно допустим шоколадку потом уже запить кофе и уже не говорите что второе сборку одна бараха достаточно если все бесстык перед нами мы знаем что мы будем кушать опять-таки дальше уже тонкости тонкости аллахи еще раз здесь значит если чем очень хочет начать с рыбой до его калпу не интересует ночи голодной очень хочет рыбу туда начнем с рыбы скажем шаколь ниабы двору потом уже а дома расчетку тоже нравится помидорки можно начать с дома дома как бы важнее чем шаколь по нашим приоритетам тут не написано что такое это похоже на холодец шаколь ниабы двору все тут возьмите отсюда и яйца выковыри тоже скажет шаколь шаколь ниабы двору а сам только только морковь сама только морковь одну тогда скажет бараху буря при дома помним как это говорится бараха на вино правильно баре при агефин баре при агефин так овощи при а дама буре при а дама барухата шемьи лукьяны мелехолам буре при а дама при аец боре при аец при а дама барухата шемьи лукьяны мелехолам буре при а дама говорит что когда даже браку и потом кушать что еда вкуснее и даже до этого научное объяснение здесь есть даже бананы и ананас еще раз я повторю что на них бараха тоже а дома тут все дома арбуз дома но есть апельсины что-то похоже на апельсины а яблоки да тоже конечно это тут в основном редиска там основу это все более при а дома интересно что она видела написано в книге так что кто-то сказал бараха буре при аец на банан он может больше не говорит на дома потому что у нас только похож на фрукт много ошибаются что бы диават даже ваха буре проец на банан пойдет изначально табур и при а дома 5 яблочки к бараха на яблоки буре при а яйц на хон буре при а яйц извиняюсь тут есть молочные после мясного только для тех кто мясо не ел подали сыр но они за виртуальным столом все можно бараха на сыр похоже на овощ нет на фрукт нет и не хлеб значит шаколь шаколь не я бы двору или шаколь не я бы двору а либреют на здоровье нет огласовок потому что есть есть два мнения как правильно или лабрют или ливрют ливрют или лабрют дано чтобы на здоровье мы закончили разбираться в бароход перед едой поели наелись и дальше буду бараха от после еды проход после еды на следующем уроке они уже более длинны постараемся в них тоже разобраться и написано такой отрывок из талмуд на секрет брахот написано так амара бьиуда амар шмуэль колене гене минау ляма зе бле браха ки и луны гене мика чеша май им шине им ар я чем ара цумлюа каждый кто получает удовольствие с этого мира и не горит браху как будто он обворовал и получил удовольствие от того что ему не принадлежит к чеша май им сказано по сути нашим ара цумля все все ашем принадлежит если все ашем это почему ты берешь без спроса про это как будто получить разрешение мы говорим браха сам мы покупаем как будто мы покупаем деньгами чтобы заплатить бархат бархат мы платим послухли ашем ара цумлюа ашему и земля и небо ребилеви ара ребилеви раме актив он говорит так есть другой послух для ашем ара цумлюа то есть другой послух а шама им шама им ляши да арыц на танливный адам да так что ты говоришь что все ашему арыц ара цвиша май им и написано послух что аж амая ляши ба арац на танливный адам верит гмара лёг аши то нету никакого противоречия калка дым браха канла хар бараха добрых и все ашему для хар бараха после барахи мы покупаем то что на земле это уже принадлежит людям арац на танливный адам амар биханин это продолжение амара биханина бен папы колен и гене минуля мазе бельо бараха киилу гузеля к для кадош бурыху в князь израэль каждый кто получает удовольствие этого мира как будто он обворовывает акадош бурыху и князь израэль и весь израэль приводится послух из мишлей шинеймар гузель а вив би ему вомер эн пеша хавер гуляиш машхид венавив и лякадош бурыху если только послух в книге мишле тот-то ворует обворовывает отца и мать говорит ну это не страшно эн пеша это они меня любят подумаешь я там что-то взял и меня простят все страшно эн пеша это нехорошо он хавер лишь машхид он друг такому который из машхид из машхид дальше гмара объясняет это яровам яровам который свел весь израиль с правильной дороги так мы видим что из-за послуха видим что а вив это акадош бурыху шиномар алиуа виха алиуа виха и конеха на висок хихи дворим по им а и нему или кнести сраиль а им а это это кнести сраиль шиномар шмабри мусара виха вальте то что раз и меха слушай мусара отца своего и не оставляй тору матери обычно наоборот по пути торе а мать делает нравственные поучения тут написано ворот книги мишлей слушай наставление отца и не оставь тору матери объясняется сара виха к дожбу руку в и меха мать это кнести сраиль это мудрецы кнести сраиль собрание мудрецов это меха вот их нужно слушать тору от них это выучится это выучится что то что обворовывает отца или мать а виха или кнести сраиль отца или мать то есть тот кому-то обворовывает а когда же буху или кнести сраиль вот здесь два вопроса во первых как можно что-то украсть у отшима трудно понять как вы что-то можно него украсть и второй вопрос более сложный как можно что украсть у израиля то что-то допустим съела что-то без барахи получил удовольствие от барахи делал какой-то вкусный фрукт яблочко поел очень сочное вкусно удовольствие но барахи не сказал он обворовалась израиль как можно это понять так на первый вопрос мы ответили что ошибу трудно чем-то заплатить единственное что можно него украсть это бараху едим без барахи тому как будто ворую него бараху не воруем от него это еду ему это мелочь а вот бараху мы не воруем то что мы не сказали бараху а по поводу всего израиля то есть два объяснения раша говорит так хорошо если строили как он можно оборачивать оборачиваться сайл к шихату когда люди делают грехи опирот лукин то есть когда люди нарушают закон в том числе я без барахи то тогда все фрукты они меня не меняются не теряя свое качество лукина пирот фрукты снаются менее вкусными это на самом деле место что раньше в израиле были более вкусные фрукты более большие более вкусные а когда и стрелях у тим тогда фрукты от этого страдают сейчас вруха чем наоборот час все больше и больше людей хозырим бучева все больше и больше каждый говорится барахот все больше и больше появляется евреев которые соблюдают митцвот и говорит барахот поэтому снова увидим что в израиле все расцветает процветает по числу вкусные очень есть плоды но еще не кушать без барахи туда он как бы этого страдают все все фрукты и мало кроме этого другие смотрят на него и учатся от него получается такой коллективный грех как тоже это принц объяснение то что раньше хочет дать один кушать без барахи или бараху как-то очень быстро непонятно что сказал три учатся от него вот так надо благословить от этого на самом деле евреи много евреев учиться большая масса плохо барахот и плоды и становится менее вкусные итак вы сказали что вашего рода току браку украсть теперь вы сравнивали как это большой большой босс то большой балабайт при кого балабайт к себе поставить ближе своим завестителем того кто ворует у него конечно нет укладывается тот кто кого на кого надеется это будет правая рука его помощники таково надеюсь он может положиться ты будут него воровать это человек который браху а не кушать как как это из-под тишка тихонечко тихонько тогда он будет соответственно поставить ближе тому кто дал ему все это благо ну принято оставаться на каком-то 2 ралаха скажем 2 ралаха в конце может такая ситуация что человек берет что-то допустим вид какой-то какая-то уга что-то похожее на какой-то кекс такой текст и говорит на любра хабара именами за нот и кушает оказывает что это кекс вообще нет муки да сейчас такое очень принято делают разы такие кексы год разные печеностиков без муки по разным причинам неважно но на них браха должна быть шааколь да допустим какой-то там безе сделаны из яиц там нет муки вообще если нет муки то браха шааколь аскачек сказал барху бурэмэнэй мезунот то есть ошибся в таком случае считается что бурэмэнэй мезунот тоже пойдет боди ават он не должен слова благословить в конце концов вся еда вся еда которая есть она мезунот на вся насыщает ну кроме воды на воду такая браха не пойдет вообще это другая да она тоже насыщает высказывает вино и так далее поэтому любой такая любой такой без еще такой без муки это тоже начать баха бурэмэзунот это боди ават это это нормально есть очень много лохот который надо учить говорю что тело ход на проход они очень сложные самые сложные руку так говорится так так считается здесь на самом деле много мелочей здесь что мы будем питаться правильно что было все ливриют здоровья все за внимание приятного аппетита